Стихи Поэт живет в каждом из нас, считает Наталья Замарина. Поэтому не стоит стесняться, нужно действовать. Задумываешься, почему ритмически организованные строки, да еще подкрепленные рифмой так западают в душу. Почему они отвечают на какие-то наши вечные вопросы. Поэт знает правду и спешит делиться этой правдой, своей правдой, с людьми. И правда поэта становится нашей правдой, что нас объединяет. Видновский троллейбусный парк начал свою работу с сентября 2000 года и без малого 20 лет является неотъемлемой частью города. А для Татьяны Скорининой он стал вторым домом, в котором она не только выполняет свои профессиональные обязанности, но и вместе с другими сотрудниками ухаживает за его территорией. Облагораживает фруктовый сад, выращивает овощи и сажает красивые цветы. Все свободное время и все несвободное время, оно посвящается парку. Поэтому приходишь на работу рано и уходишь поздно. И все здесь, оно здесь, вся душа здесь остается. Галина Фомочкина всю свою жизнь проработала в транспортной отрасли. Будучи старшим контролером, она выбрала стихотворение, смысл которого передало всю ее любовь к своим пассажирам. Про пассажиров можно рассказать. Очень разнообразные пассажиры. Каких только нет. И добрые, и сердитые, и каких только нет. Но мы стараемся как-то уладить все это. Где-то улыбнуться, где-то что-то. Помогаем сумке. Даже те же самые старушки, которые заходят в троллейбус. Вы знаете, у них в другой раз такая сумка. Мы вот, я вот вроде сильная женщина, и то с трудом могу поднять ее сумку. Но ей надо помочь. Проект «Стихи живут» уже смог привлечь своей искренностью людей разных профессий. Но это только начало его пути. Осенью самые юные граждане города Видное тоже примут участие в поэтических чтениях. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.